Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Посмотрела я последний видеоролик девиц наших, хотела сказать девочек. Какие они нафиг девочки? И, значит, называется «Проучили беженок из Украины, нарушают закон». Я не смотрела видеоролик, где Настя надоела, где она там со шваброй. Вы знаете, не хватает у меня времени все пересмотреть. Да и что у них там смотреть? Один сплошной бред, кого он интересует. У них порой даже просмотров меньше, чем у меня. Ну что, Анька сидит, да, возле окошка, говорит, вот, значит, собрались они на учебу, да, волосики свои на проборчик расчесала. И на учебу собралась, а за окном дождь. И теперь целую неделю будет дождь. Какая печаль! То жара и парились, все плохо было, то холодно, то дождь. Им вся погода постоянно не нравится. Да что им может вообще нравиться? Все им не нравится. Им не нравится еда, не нравится климат, не нравится погода, не нравится вода. Да они, похоже, вообще сами себя не устраивают. Ну правда же, ребят? Это же постоянно быть недовольными. Это же вот такая вот жизнь, вечно быть недовольной. Не знаю, каким образом Настя сама по себе вот живет, да, но вот глядя на Аньку, смотришь и думаешь, у нее вся жизнь одно сплошное возмущение. И я вам скажу, есть такие люди, у меня знакомая такая есть. С ней, когда бы не остановился поговорить, она постоянно недовольна, она постоянно всем возмущена. Ее просто все на свете возмущает. И мы, бывает, с мужем, когда гуляем, да, где-то видим, навстречу идет, и меня даже муж уже прикалывается, говорит, ну все, говорит, хоть бы не останавливаться надолго. А сейчас опять начнет возмущаться. И так и есть. Никогда ничего хорошего такого вот не расскажет, а только одни возмущения. И всегда такой смех берет. Нет бы вот о чем-нибудь таком веселом поговорить. Нет, сплошной негатив. Это я всегда говорю. Женщина – негатив. Вот точно так же и Анька. Ну и дальше, значит, Анька сказала, что Марина не пропала. Представляете? Марина не пропала. Нет, кто потерял Марину? Анька, ты смотришь меня, да? Смотришь. Еще как смотришь. Я помню, как на стримах она говорила, что я не, я не смотрю. Мне просто там скидывают и говорят. Ну да, ну да. Не смотришь. Ты никогда ничего не смотришь. Но зато умудряешься сгонять на мой канал и комментарии написать, а потом в черный список попасть. Правда? И знаете, что она еще сказала? Что немецким якобы они занимаются. Немецким занимаются. Да, вчера занимались немецким. Ну, мы знаем, какой у них немецкий. Немецкий – это, наверное, стримы по ночам, когда они сидят, стримят в ожидании, что хоть копеечку кто-то сбросит. Бедным несчастным девицам, которые голодают и столько денег на еду тратят, столько денег, что потом утюг не за что купить. Ну, а Марина не пропала, типа. Марина в отпуске в Испании или где она там была. И вот, значит, Настя ей звонила. Интересно, что Настя звонила. Все-таки, наверное, какие-то контры там были. Раз, Настя. Потому что заметно, что Марина больше уважает Настю, чем Аньку. И вот она все-таки перезвонила. Да, перезвонила. Все нормально. Все хорошо. Дальше, значит, Анька начала орать на Настю, что та опять в нос говорит. И говорит, как меня раздражает. Вот именно сейчас говоришь в нос. Днем нормально было, а сейчас в нос. Пора табак бросать. Это и меня касается. Ну, так вот ты брось табак. Глядишь за тобой, и Настя потянется. Ну, а чё? Дальше Настя разжужжалась, что вот, ну, мы же не можем всё время быть якобы с Мариной. У каждого есть свои дела. У нас курсы. У Мариной работа. Она уже вышла на работу. И наблюдаю за Анькой. Как у неё бегают глаза. Слушайте, она вот пытается что-то играть, а сама, видно, недовольная, злющая, сниматься не хочется. А плюс ещё комментарии такие поганенькие пишут. И эти глаза, как будто она что-то где-то украла. Туда, сюда. И видно, что не умеет играть на камеру. Гнилая актрисулька. Кошмар. А дальше что творится? Я не могу. Короче, сидели-сидели, вдвоём говорили. Настяка встала. Анька просит там что-то, то ли телефон принести, то ли что. А она собралась, короче, в туалет пойти, руки пойти помыть. Говорит, мы вообще-то, говорит, видео снимаем. Ну, сейчас, говорит, придул. Ну, что значит, сейчас? Давай сейчас. Вы видите, она прям вот командным тоном, она пытается вот прям командовать над Настикой. То есть Настя должна. Мы снимаем видео. У нас контент. Давай быстро сидеть. Лапу дай. В итоге, похоже, после этого командного тона Настяка присела на лошадку и поскакала. Поэтому то, что они наснимали, они решили не показывать и не позориться в очередной раз. Ну, и уже на курсах стоят, как всегда, у этой плитки, да, бежевой. Настяка стоит, улыбается, рот души и хоть завязочки порешей. Ну, да, они доснимали, вернее, наснимали. Но кто виноват? Настяка говорит, ты. Ну, и дальше они рассказывают эту историю, что они там натворили. Вернее, не они, а там какие-то девки, которые с ними учатся на курсах. Они там на перерыве перебегали дорогу, видимо, что-то хотели там купить, перекусить, и не в положенном месте. И, значит, и назад тоже не в положенном перебегали. А эти же всё снимают на видео. Это ж постоянно снимать всё на видео, фиксировать. Поганенькое. Представляете, это сколько поганства надо иметь в душе. Да даже приколы такие, и то я не считаю, что это прикол, и человек расстроился. Конечно, правила нарушать нельзя. Ни в коем случае. Но вот так вот стебать людей по-жёсткому, как она говорит, ой, она сразу изменилась в лице. Ох, Анька, тебе бы кто-нибудь вот заподлянку такую устроил. Только похлеще, гораздо похлеще. Посмотрела бы я, как бы ты изменилась в лице. Это же надо быть такими поганками. Это же засняли всё, прикиньте, зафиксировали. Они же сказали, мы зафиксировали. И отправили на WhatsApp, это же надо было отправить на WhatsApp сообщение, что они в администрацию должны подойти, и по 50 евро заплатить. Слушайте, а может быть, у них планы свои были на это? Может, они хотели сами таким образом девок объегорить? А и такое тоже может быть. Я уже не удивлюсь ничему. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok